Продолжение следует... Это вот те характеристики осид, которые характеризуют базу данных. То есть база данных может быть осид, может быть не осид. Если она осид, это означает то, что ее транзакции обладают всеми этими четырьмя свойствами. В принципе, можно понимать, что осид, база данных, которая соответствует этим принципам, является в нашем понимании человеческим тинам надежной. Мы не получим от нее никаких неожиданных эффектов, развалившихся записей, нарушения целостности, каких-то потерь, частичных фантомных записей, кусков кода и так далее. И такими базами данных пользоваться достаточно приятно. Как в принципе устроена транзакция? Транзакция, как мы знаем, это совокупность нескольких операций, которые выполняются все вместе. Поэтому транзакция имеет следующие этапы своей жизни. Тот момент, когда она активна, это когда мы выполнили первую операцию, но не выполнили ее последнюю. После этого из активного состояния транзакция может быть либо завершиться ошибкой, либо быть закомичена. Причем коммитится транзакция не сразу. Она коммитится частично. После этого проверяются некоторые ее состояния. Из этого состояния она может все равно быть фейлит. Ну, например, если транзакцию нам не удается зафиксировать, записать. Либо, допустим, транзакция с чем-то конфликтует, либо не может быть выполнена по каким-то другим причинам. Либо транзакция будет закомичена. Если транзакция закомичена, то наш пользователь получает ответ утвердительный от базы данных. И после этого он может предполагать, что транзакция записалась целиком, без побочных эффектов и ровно в том виде, в котором он на нее рассчитывал. Более того, можно считать, что в случае какого-то дизастера, выключения питания, ошибки программного или системного софта, его данные, записанные в этой транзакции, никуда не пропадут. А вот давайте рассмотрим с вами пример транзакции, обладающих свойством ASID. Скажем, мы с вами переводим 50 долларов с одного счета А на другой счет Б. Данная операция не может быть выполнена за один такт. Мы не можем просто тут уменьшить, тут прибавить и так сделать, чтобы это было за один такт. Поэтому она расписывается на 6 операций. Мы считываем остаток на счету А, уменьшаем его на 50, записываем то, что получилось, считываем Б, увеличиваем на 50, записываем. Давайте посмотрим, что произойдет, если... Что такое в данном случае консистентность? Смотрите, вот у нас была сумма А плюс Б, равна какой-то величине. Можно предполагать то, что консистентность означает, что сумма после операции не изменилась. Второй момент. У нас, скажем, сумма не может уменьшиться ниже нуля. Мы предположим, что мы имеем обычную дебетовую карту, не овердрафт, да, либо то, что овердрафт наш не нарушен. Это означает консистентность. Если, скажем, в рамках данной транзакции мы, образно говоря, отняли 50, а прибавили 100, да, мы нарушим консистентность. Либо, допустим, если база данных и эту операцию не выполнит с транзакции, а эту выполнит, или не выполнит, допустим, только вот эту операцию, да, в write-a, то наша консистентность будет нарушена. Такая база данных нам не нужна, потому что она делает то, что мы от нее не просим. Это же касается вот атомарности, да, то есть все операции должны быть выполнены все вместе и атомарно. Мы не можем, допустим, выполнить эту операцию, если не выполнили вот эту. И не должно быть так, что эта операция выполнилась, 3, а операция 5 или 6 не прошла. И следующий момент — надежность. То есть, смотрите, мы знаем то, что наши системы в принципе ненадежны. Они ломаются, портятся, происходит выключение электроэнергии, обрыв сети и так далее. Но если нам система база данных сказала, что данная операция с транзакцией закомичена, мы можем на это рассчитывать, что после восстановления мы попадем в нормальное состояние, где все закомиченные транзакции будут существовать. То есть, не будет такого, что нам сказали окей, потом выключился свет, или наш сервис был убит каким-то нерадивым системным администратором, мы сервис перезапустили, а наших данных там нет. Такого быть не должно. И изоляция. Очень интересный момент. Вот смотрите, что будет, если между, скажем, 4 и 5 другой пользователь изменит B. Прибавить мне десятку. Ну, здесь, да, получится так, что мы затрем его изменения. Смотрите, мы здесь, допустим, считали 100 в B. Другого пользователя прибавил ему 10 долларов, у него стало 110, да. Но мы-то об этом не знаем. Мы прибавили себе 50, 150 и записали. В итоге, если, в итоге, из-за того, что будет нарушена изоляция, то, что транзакции две, вот это и другого пользователя не будут разделены друг от друга, мы с вами нарушим консистентность базы. То есть, любая транзакция должна быть выполняться таким образом, как будто бы она работает одна. Как будто бы кроме нее никто ничего не делает. Это не значит, что на самом деле транзакции идут все друг за другом. Это значит, что это так выглядит со стороны. Мы можем выполнять какие-то шаги параллельно, но только в том случае, если это не изменяет конечного результата. Ну, вот здесь немножечко расписано, что есть атомарность, да. То, что все эффекты транзакций, состоящие из нескольких стейтментов операций, неразделимы. Они либо все применились, либо все не применились. Ну, вот типичный пример, который мы вот здесь посмотрели, это банковская проводка. Она должна быть атомарна. Хотя стоит заметить, что в реальном мире банковская проводка далеко не одна транзакция, особенно если в эту систему ввлечены несколько банков, платежные системы, системы регистрации, банкоматы и так далее. Просто нужно об этом знать. Ну, и на примере B-дерева. У нас у B-дерева есть, скажем, такая операция, как сплит. Когда наш узел переполняется, мы вынуждены разделить его на две части. И записываем левую и правую полученные части. Что будет, если, скажем, мы корень удалим, тот, который мы сплитим, а запишем только левую часть? Мы потеряем наши данные. Поэтому, скажем, в том числе даже для таких простых структур, как бы дерево, мы должны сохранять атомарность операций. Что такое изоляция? Каждая транзакция работает в своем маленьком уникальном мирке, где она не видит никаких действий, которые были произведены после начала этой транзакции. То есть, если мы начали работать, мы должны быть уверены, что в процессе нашей работы нет никаких изменений, кроме тех, которые сделали мы сами. Это понятно, как работает, да? То есть, как будто мы делаем снапшот мира, создаем свой собственный мирок, в нем работаем, потом результаты своей работы пытаемся занести в общую базу. Однако стоит заметить, что это требование, оно весьма строгое, и в ряде случаев мы можем от него немного отступать. И здесь появляется понятие, как уровни изоляции. Иногда мы можем себе позволить в транзакции видеть действия других пользователей, которые уже были начаты после нас, но уже закомичены. Ну, скажем, мы начали транзакцию 1, начали транзакцию 2, транзакцию 2 закомитили. Мы, в принципе, иногда можем себе позволить в транзакции 1 увидеть результаты транзакции 2. Это нормально. Иногда. Есть более грязные, так сказать, режимы изоляции, когда мы, в принципе, можем читать все. То есть, даже самые, образно говоря, строгие реляционные базы данных иногда позволяют себе отступать от требований изоляции, просто потому что это повышает скорость работы. Иногда это допустимо. Вот какие уровни изоляции есть. Read Uncommitted — это самый грязный, когда мы читаем даже те операции, которые не закомичены. Read Committed — это когда мы читаем то, что закомичено в процессе работы в то время, пока наша транзакция все еще активна. Repeatable Read — это когда мы точно знаем, что если мы что-то прочитали, то второй раз мы прочитаем то же самое. Ну вот, смотрите, если мы прочитали некое значение A1, да, а потом пользователь другой, это A1 изменил, если мы будем снова читать A1, будет то же самое значение. Но при этом, если мы прочитаем A2, который мы до того не трогали, и пользователь его изменил другой, то мы видим новое значение A2. Понятно, как это работает, да? Snapshot Isolation — это когда все транзакции, то есть когда фиксируется картина базы данных, картина мира на момент работы транзакции, и мы работаем строго в этой картине мира. Ну и самый жесткий — это Serializable, когда мы можем взять все транзакции, которые у нас происходили, образно говоря, параллельно, и выстроить их в одну цепочку. Так, чтобы конечный эффект этой цепочки был неизменен. Ну то есть, смотрите, это в этом случае означает то, что все транзакции, которые происходят в базе данных, которые были завершены коммитом, могут быть выстроены в цепочку, и результатом этой цепочки строго последовательной будут те же самые, да, какие произошли в базе данных. Что такое надежность? Какие у нас бывают виды сбоев, да, что нас может ожидать в нашей жизни, в нашу базу данных? Ну, в принципе, это программные либо аппаратные сбои. Ну, допустим, у нас может быть ошибка в нашей программе, либо в операционной системе, да, никто от этого не застрахован. Либо, например, сбой по питанию, да, то есть, когда кончилось электричество, рубанули кабели, серверное перегрелось или так далее. Жесткий диск мы исключаем просто потому, что мы как бы считаем, что эта система надежна, и от потери жесткого диска нас, в принципе, ничего спасти не может, да, вот в таком виде. Эту ошибку невозможно исправить. То есть, означает то, что данные, которые должны храниться надежно, уже не хранятся. Это, конечно, мы можем попытаться закрыть это различными видами резервных копий, да, но это выходит за границы той темы, которую мы обсуждаем. Ну, и сбои бывают постоянные, либо как бы временные. На практике большинство сбоев — это ошибки эксплуатации, когда человек делает что-то не то. Ну, то есть, нечаянно он сделал rm-rf в корне, например. Либо убил не тот процесс, ошибся пидом, убил процесс, он умер. Либо случайно перезагрузил систему, да, нажал Windows со своим кнопочкой, она у него пошла на перезагрузку. Тогда, когда он этого не ожидает. И еще нужно учитывать то, что современные сервисы очень часто размещены в виртуальных каких-то окружениях, в облаках, да. И когда у нас один компьютер, мы, в принципе, можем предполагать, да, какое у него время наработки на отказ, какая его надежность. Но когда в нашем облаке в эту систему вовлечены десятки серверов, любой из них может в любой момент перестать работать. Может оборваться сеть между просто какими-то далекими серверами, да, и весь сервис наш, на котором мы работаем, какой-нибудь виртуальный облачный докер перестанет жить. Ну вот, небольшая, как так сказать, статистика, да, по надежности. Вот, как правило, 99% ошибок, они вызваны самим автором программы. Ну это просто статистика, просто потому что системное программное обеспечение используется большим количеством людей, и оно достаточно вылизано и выглажено. И, допустим, какие случаи могут привести нас к потере данных. Вот смотрите, если наша программа просто упала, да, то операционная система все, что мы хотели записать, запишет. Но здесь есть одно исключение. Если вы используете всякие различные буфера, которые управляются вашей программой, да, то эта система об этом не будет знать. Вот используете вы Eostream или Stdio, да, не позвали вы Flash, не сбросили свои измененные данные на диск, все, иначе вы данные потеряете. И когда, с одной стороны, мы получаем больше производителей, с другой стороны, у нас надежность наша страдает. Ну и жесткий рестарт, да, то есть, когда система вдруг решает внезапно обновиться, либо выключается питание, либо у нас летит железо, сгорает планка памяти и так далее. Но по своим характеристикам для нас они одинаковы, то есть нам не важно, выключили свет, либо померла система, потому что при написании софта, да, мы рассчитываем на то, что наша система определенным образом надежна. Ну и что еще у нас бывает? Чем мы можем себе помочь с Durability? То есть, смотрите, даже когда мы сбросили с вами кэши на диск, да, когда система все это сделала, абсолютно не факт, что эти данные сохранились, потому что современные устройства хранения данных имеют свои собственные какие-то кэши, флешки, рамы и так далее. И не всегда мы можем быть уверены, что они достигнут поверхности диска, да, если мы выключили питание. И вот эти аспекты, да, которые мы можем с вами иметь, ну, допустим, у нас есть жесткие диски с батарейкой. Такой жесткий диск, он при обнаружении, что система, в которой он установлен, каким-то причинам вышла из строя, да, эти данные, которые у него записаны в ОКШ, сохраняет к себе на диск. Это гораздо более надежно. В принципе, сейчас даже есть достаточно такие целые устройства, да, какие-то рейт-массивы, которые дают питание на те обычные диски, которые к ним подключены и позволяют данные все-таки засинхронизировать. Ну и опять, сейчас достаточно популярно различные виртуальные окружения, да, и даже когда вы в своей системе, в своей программе все сделали правильно, вы не можете быть уверены, да, что виртуальное окружение, какой-то KVM, да, докер, которым вы работаете, все делает правильно. Вы не знаете о том, как он настроен. И к чему вас это может привести, тем более, если мы работаем в каких-нибудь облаках. Ну вот небольшая статистика по причинам даунтайма, да, то есть что такое даунтайм? Даунтайм — это когда наш сервис по каким-то причинам не работает. Это может быть запланировано, либо не запланировано. Если мы говорим о запланированных даунтаймах, это когда данная запланирована некая операция. Скажем, мы хотим обновить железо, мы хотим переехать на другую машину, у нас какие-то регламентные работы, да, нам нужно что-то там поменять, диски какие-то. К сожалению, да, то есть мы здесь видим то, что основная причина даунтайма — это бэкап. Для того, чтобы сделать бэкап, и чтобы бэкап был консистентный, нормальный, нам иногда приходится остановить весь сервис, да. Сервис останавливается, данные записываются на диск, делается бэкап, сервис запускается. Такое бывает, да. Вот и основные причины незапланированных даунтаймов. Ну, подавляющая причина по частоте возникновения — это ошибки сотрудников, эмплойера. Вот она, почти половина. Ну и в части можно взять аппликейшн, ошибки, собственно говоря, в софте. Оперейшн оверранс — это когда мы забиваем свою систему входящим потоком, фактически дэдосим, да, и наша система не рассчитана на такой входящий поток, и она перестает работать. Ну и уже здесь по мелочи идут системные ошибки, аппаратные ошибки и так далее. Утилити фэрлес — это когда всякие различные окружения. Ну и дизастерс. От дизастерса мы с вами ничего не можем сделать. Обстоятельства непреодолимой силы. Ну, скажем, ураган сломал опору лэп, и у нас внезапно кончилось электричество. Ну вот, если мы будем говорить о б-дереве, да, вот основные пункты, основные моменты, да, с кэшированием б-дерева, которые могут приводить к потере данных. То есть, если у нас есть, мы используем STD и IO-стрим, да, то мы его потеряем, этот кэш. То есть, что значит потерять кэш? То есть, как бы мы с вами помним, что у нас есть кэширование. У нас с вами есть постоянное хранилище персистент сторидж, да, это жесткий диск, либо какая-то SSD или что-то еще, да, и над ними какие-то иерархии кэшей. Эти кэши дают нам больше производительность, ровно за счет того, что они данные не сохраняют, потому что они не являются надежными. И тогда, если мы, скажем, с вами данные с кэшей не сбросили на персистент сторидж, да, мы с вами можем потерять данные. Вот эта табличка как раз показывает, да, что какие кэши, с какими проблемами, как правило, связаны. То есть, если наше упало приложение, то есть, любая причина, да, приводит к тому, что наши программные кэши, которые мы используем, либо которые есть в стандартных библиотеках, мы теряем. Кэши операционной системы, да, где система накапливает данные для сброса на диск, мы теряем в случае проблем с операционной системой. Ну, в случае отказа по питанию мы можем потерять кэш-контроллера, если этот контроллер, скажем, не имеет батарейки. Кстати, это наиболее такая большая проблема, потому что, казалось бы, мы с вами позвали синк, данные отправились на контроллер, на жесткий диск, да, потом выключается питание, а мы с их данных не видим. Хотя, казалось бы, мы сделали все, что от нас зависит. Давайте смотреть дальше. Это здесь небольшая сводная табличка, которая связана с тем, что я говорил раньше, о надежности жесткого диска, да. Вот, допустим, частые проблемы, износ носителя, да, как мы можем с этим решить? Мы можем записывать контрольные суммы данных, да, и сверять их. Если, допустим, у нас происходит аппаратная проблема, мы теряем носитель, ну, здесь мы ничего не можем сделать, мы можем только копировать данные, да, где-то их сохранять, либо дублировать данные с помощью, там, рейда, программного рейда и так далее. И вот что такое ошибка оператора базы данных? Ну, представьте себе, вы делаете R-RF, да, вы пишете, удалите все из базы данных, сделал оператор. Какая ни была ваша надежная система, да, как бы вы ни защищались, какие бы вы ни создавали реплики, это разрушающее воздействие, просто разойдется по всем вашим репликам, по всем вашим клонам, их тоже уничтожит. Абсолютно в том режиме, в котором программа должна работать. Это может защититься, только создавая резервные копии. То есть резервные копии — это не backup. Вы в какой-то момент решаете сделать резервную копию, вы уверены, что она у вас валидна, консистентна, вы ее сделали, сохранили, вы точно знаете, что вы можете на момент этой резервной копии восстановиться. Поэтому мы не можем делать резервное копирование репликацией, потому что по репликации мы свою резервную копию можем уничтожить. Потеря одного или нескольких центров обработки данных, ну, если, скажем, мы с вами имеем несколько серверов, расположенных в одном месте, да, у нас с вами есть риск, да, в этом цоде, в этом кластере потерять питание, да, поэтому люди создают несколько центров обработки данных, каким-то образом их с собой связывают, и их тоже можно потерять, то есть, как бы, банан на него может упасть самолет или ракета, да, от этого мы можем защититься репликацией между дата-центрами, мы внутри дата-центров опять будем делать с вами бэкапы и так далее, ну, и когда, если мы с вами теряем планету, то мы тут сделать ничего не можем, только улететь на другой глобус, и поэтому от таких вещей, как бы, нам защищаться абсолютно не нужно. А что мы не рассмотрели в вопросах дюрабилити? Это такие моменты, как среднее время между, средняя наработка на отказ и время между ремонтами, а то, что вероятность аварии, она увеличивается с тем, как у нас увеличивается число компонентов. Ну, то есть, скажем, если у нас есть один компьютер, да, его среднее время работы, допустим, вероятность умереть у него 1 к 100, да, если у нас есть 10 компьютеров, то вероятность того, что хотя бы один из них умрет в течение времени уже 1 к 10. Видите, то есть, как бы, вот у нас так вот сильно нарастает, то есть, чем сложнее система, тем больше вероятности того, что какой-то из ее компонентов развалится, и мы его потеряем. То, что функционал системы может деградирует, ну, скажем, если у нас SSD-диск, он сам по себе деградирует, скорая запись у него падает, да, сейчас есть SSD-диски, которые переживают очень большое количество циклов перезаписи, но их ресурс все равно конечен. Могут изнашиваться там сети, изнашиваться оборудование, и даже на жесткий диск можно, образно говоря, убить у него контроллер или каким-то другим образом у него воздействует, так что он просто со временем будет деградировать. Смотрите, что такое, есть проблемы, собственно говоря, обнаружения ошибок, да, когда есть византийские, невизантийские проблемы, то есть византийские проблемы, это когда кто-то из членов нашего с вами системы может нам лгать. Ну, то есть он считает, что у него все хорошо, да, а на самом деле, ну, предположим, что наш диск имеет контрольные суммы, да, но при этом он данные не записывает, перестал их записывать. То есть в каждый момент времени у него контрольные суммы абсолютно верные, да, но данные в него не попадают, не сохраняются. Также нужно понимать, что восстановление клиента, это, ну, то есть предположим, что у нас есть сервер и клиент. Сервер — это база данных, какой-то у него есть клиент. И где-то в процессе работы, когда клиент позвал коммит, у нас порвался канал связи между ними. И клиент уже никогда не узнает, то есть и клиент, в общем случае, не узнает то, что закоммитила база данных в операцию или нет. И как ему из этой ситуации выйти, это уже проблема клиента, то есть как бы база данных это не должна решать. База данных попыталась сказать, что коммит, то есть она получила команду коммит, она ее выполнила, но ответить клиенту не смогла, да. И это уже проблема клиента — зайти в базу данных, проверить, что там, в каком состоянии все находится, да, и либо каким-то образом повторить операцию, либо продолжить работу. Ну, и есть некие невосстановимые акции. Вероятность, ну, предположим, вы снимаете деньги с банкомата, да, и он сгорел. Ну, он вам не выдал деньги, да, и каким-то образом там у него сгорело все внутри банкомата, да. В этом случае вы берете чек, идете как бы с чеком в банк и пытаетесь найти там правду. Но суть решения — то, что необходимо каким-то образом все дело протоколировать. Мы пока об этом тоже не будем, потому что это опять выходит из-за рамки проблемы транзакций. Давайте посмотрим, как же мы с вами говорили о консистентности, да, о транзакциях, о изоляции, о том, каким образом мы можем с вами обеспечить изоляцию транзакций. Вот есть такое понятие, как блокирование, локинг. Это означает то, что некоторые операции, некоторые действия приостанавливаются до тех пор, пока не будет выполнено условие, которое позволит им продолжить свою работу. Ну, давайте посмотрим модель транзакций, да, в которой есть операции read, write, commit, abort. То есть read — это прочитать значение, write — записать значение, commit — это сохранить транзакцию, и abort — это транзакцию отменить. Ну, предположим, мы с вами сделали десяток операций, потом понимаем, что нам их делать не нужно, да, что-то не сошлось, просто какая-то ошибка. Мы вызываем abort так, чтобы база данных все наши изменения отменила. Это можно сделать только для тех транзакций, которые еще не закомичены. Нужно понимать, что конкурентные транзакции, то есть транзакции, которые пытаются выполниться в одно и то же время, не должны иметь возможность читать грязных данных, то есть те данные, которые были записаны, но еще не закомичены. В противном случае, вот, предположим, что у нас вот что получилось. То есть транзакция 1 записала x, транзакция 2 — это x прочитала, да. После этого транзакция 2 делает commit, да, и возвращает значение новое, а транзакция 1 делает abort. И тогда получится что? Что пользователь 2 увидит из базы данных значения то, которое никогда по факту там не было записано. То есть его попытались записать, но по каким-то причинам не смогли, да. То есть на диск обвалилась запись, или пользователь 1 передумал. Он имеет на это право. И, ну, то есть здесь вот расписано, да, вот как эту проблему можно решить. Ну, то есть смотрите, представьте себе, что мы… Что мы здесь в данном случае можем сделать? Ну, представьте себе, мы записали в транзакции 1 значение x. То в транзакции 2 мы можем прочитать не новое значение x, а старое. Так? И при этом транзакцию 1 тогда нам придется принудительно откатить. Потому что если она завершится, мы вернем в этой операции то значение, которое уже стерто. То есть в чем здесь проблема? Проблема в том, что транзакции начинаются в одном порядке, заканчиваются в другом порядке. На самом деле каскадинг-аборт – это не такая страшная вещь, да, в ряде системы она имеет право на жизнь. Скажем, у нас в Тарантуле мы иногда применяем каскадинг-аборт, и в принципе на него никто не жалуется. То есть если в какой-то транзакции учтены изменения тех транзакций, которые должны быть каким-то образом не становятся невалидными, да, то мы все это дело аккуратненько начиная с последней откатываем и возвращаемся в консистентное состояние. То есть гораздо лучше вернуть пользователю ошибку, да, чем сказать ему окей, да, и вернуть ему те данные, которые не соответствуют реальной происходящей, не соответствуют информации, реально хранящейся в базе обрабатываемой. Вот предположим, что еще. То есть, допустим, если мы с вами конкурентно пишем одно и то же значение, да, и делаем два аборта. Ну вот представим себе, что у нас в x лежала единичка, да. В транзакции 1 мы записали туда двойку, да, в транзакции 2 записали туда тройку. Дальше мы делаем откат. Сначала мы откатываем транзакцию 1. Что мы должны вернуть обратно записать в базу? То есть транзакция 1 из единички сделала двойку, а эта сделала из двойки тройку. Почему? Теперь мы хотим первую откатить. До первой была функция. Да. А теперь откатываем вторую. Что? Почему? Но вторая же изменилась с двойки на тройку. То есть получается семантика, да, при этом все транзакции отменились, да, а почему-то у нас записана двойка. Вот. Это как бы еще одна причина, да, почему транзакции должны друг от друга изолироваться. То есть они должны либо друг друга не видеть, да, либо каким-то образом мы должны одну транзакцию придержать так, чтобы в итоге получить какое-то согласованное состояние данных. Вот некие предположения, которые делаются о гранулярности. То есть смотрите, мы с вами говорили о кэшах. Как происходит работа? У нас есть кэш, да, кэш делит наши данные на какие-то страницы. Дальше выполняется ваша операция, на что-то записывают в кэш. Так? Теперь мы хотим это сохранить и кэш записываем на диск. А теперь что будет, если некоторая другая транзакция тоже изменила значение в том же самом месте кэша, где-то рядышком, но не закоммитилась? Можем ли мы эту страницу так взять и просто записать на диск? Нет. Потому что в ней будут грязные данные, да? А при этом тогда транзакция один, которая закоммитилась, не может свои данные сохранить на диск. Отсюда вытекает требование того, что гранулярности, то есть неких блоков, с которыми мы работаем. То есть если вы меняете какой-то блок, то вы блокируете не только значение, которое вы прочитали, а целиком блок. И давайте дальше. То есть вот у нас есть некая модель кэша, да? Вот у нас есть база данных, да, она выполняет какие-то операции. И будем считать, что все операции реально выполняются с кэшом, да? То есть мы не читаем напрямую с диска. Если мы хотим что-то прочитать с диском, мы прочитаем это в кэш, да? Дальше прочитаем из кэша. Если мы хотим что-то записать, поменять, мы точно так же поднимаем страницу в кэш, меняем, бросаем ее на диск. Вот определим такие операции над нашим кэшом. Fetch — это прочитать страницу. Закрепите — это значит… Ну, то есть если мы закрепили страницу, это означает, что мы можем быть уверены, что она там. Ну, скажем, если мы с вами делаем update. Мы сначала прочитали значение, да? Потом его изменим. Зачем нам позволять системе выгружать страницу из кэша, из нашей памяти, да, если мы сейчас же будем в нее писать? То есть логично прочитать, запинить, изменить, записать, unpin. Вот как раз unpin, flash — это операция, собственно говоря, записи страницы кэша на диск, при этом сама страница кэша в памяти также остается. То есть она была dirty, грязная, с измененными данными, да, стала обычной, честной. И dialogate — означает то, что данная страница кэша нам уже не нужна. Ее можно использовать под что-то другое. И такое понятие я рассмотрю как журналирование. То есть, смотрите, вот если мы с вами рассмотрели, скажем, вопрос с гранулярностью, мы, в принципе, если вдруг нам, у нас страницы в кэше большие, то у нас очень часто транзакции будут попадать в одну и ту же страницу, да? Мы, они будут в итоге тормозить, потому что будут устраиваться друг за другом. Для того, чтобы такие вещи не допускать, и, в принципе, не допускать возможности получить неконсистентные данные на персистентном хранилище, да, вводится такое у тебя как журналирование. Журналирование фактически начать двойную запись. То есть, все операции записываются в два места — в журнал и в свое место, скажем так, в той структуре данных, которую мы храним. Ну, допустим, B-дерево. Какая здесь возникает проблема? Проблема возникает в том, что нам с вами вместо одной структуры данных, да, B-дерево на диске, у нас появляются две структуры данных. B-дерево, собственно говоря, то, которое хранит наши ключи, значения и так далее. Например, B-дерево, да, либо что-то другое. И, собственно говоря, VAL, журнал, write a hit log. То есть, сначала мы пишем влог, потом мы пишем, собственно говоря, наши данные. И мы еще с вами должны решать, в каком формате мы хотим ввести лог. Ну, вот смотрите, если мы с вами ведем работу на уровне страниц кэша, да, то влог, в принципе, иногда записывают целиком страницу, страница измененная. То есть, у нас есть страница на диске, мы прочитали, изменили, записали влог целиком страницу, которую мы изменили. Либо мы с вами пишем каким-то, это физический способ записи, формат лога. То есть, именно те данные на диске, которые были изменены, они логируются целиком. Либо мы пишем только те операции, которые мы выполняем. Это логически. То есть, и эти операции, и нам с вами будет уже недостаточно просто взять излога блоки данных целиком, расставить их на нужные места, да. Нам нужно будет брать операции излога и их проигрывать. Появляется такая вот фаза, как проигрывание. То есть, скажем, у нас в журнале будет уже не просто готовы данные, а, допустим, операция в write b, в write c, в write d и так далее. Какие у вала есть принципы? Правила атомарности и правила надежности. Что они означают? Правила атомарности означает то, что все операции, которые мы с вами хотим зафиксировать, закоммитить, да, должны обязательно быть записаны в лог перед любым другим действием с данными. То есть, мы с вами не можем одновременно писать на диск, ну, то есть, писать в нашу структуру данных и в лог, или мы не можем записать в структуру данных, и потом это залогировать. Сначала залогировать, убедиться в том, что все залогировалось. После этого мы имеем право менять наши данные, наше хранилище. И, ну, вот эти, собственно говоря, оба правила. А если он залогируется, ну, после этого, когда нет? Вот. Сейчас мы как раз придем к этому моменту, да. А, кстати, вот на что можно заметить? То, что иногда в лог даже пишут то, что не коммитится. Скажем так, например, делает Oracle, да, у него есть в ряду лог, и он в ряду лог пишет даже то, что вы не коммитите. Скажем, вы что-то изменили и откатили, это все равно будет в логе. То есть, как и сама операция, которую вы выполнили, так и тот факт, что вы данную операцию откатили. То же касается коммитов. Это не какая-то там монолитная структура. То есть, вы сначала пишем все-все-все операции, которые вы выполнили, с каким-то префиксом, да, и потом пишется то, что данная транзакция, как совокупность операции, была закоммичена. Специально там флаг стоит там операция commit. Поехали дальше. Ну, вот это физическое логирование. Как она может быть выполнена? То есть, смотрите, что у нас есть в журнале? Page ID, да, но это просто. Это просто номер той страницы, которую мы заменили. То есть, вот у нас есть большой файл, который мы, скажем, храним данные. Мы побили его на странице. Каждая страница имеет свой идентификатор. Как мы его сделаем, это не важно, да. Главное, что мы по этому идентификатору имели страницу прочитать. В кэш, да, и потом из кэша ее выгрузить обратно. Номер транзакции. Что такое номер транзакции? Ну, вот смотрите, если мы с вами говорим о том, что наши транзакции изолированы, да, то мы, в принципе, можем все транзакции выставить в некий порядок. Да, и в соответствии с этим порядком назначить каждой транзакции номер. Это, как бы, называется даже не то, что транзакция, а операция. То есть транзакция из операции, да, но каждый, если мы можем с вами порядочить все транзакции, значит, мы можем порядочить все операции. Каждая операция имеет некий логический номер, возрастающий. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Например, за номер транзакции мы можем брать номер первой операции, которая в ней есть. Ну, и также старое или новое состояние страницы, да, то есть, скажем, у нас были одни данные страницы, там, 64 килобайта, стали другие. Мы обе этих блока записали. Мы чуть позже посмотрим, для чего. И вот, то есть, и такой подход нам позволяет, в принципе, логирование нам позволяет, но мы сейчас тоже это увидим. Собственно говоря, данные в игру с кэша гораздо реже. То есть мы с вами можем записать журнал, да, если мы будем считать то, что мы имеем возможность восстановиться из журнала. И при этом фактически сброс на диск не делать. Для чего это нам пригодится? Ну, смотрите, мы с вами работаем очень часто с одной и той же страницей. Записать вот эту операцию FlashP, она достаточно тяжелая. В отличие от, скажем, потому что она, во-первых, предусматривает некий рандомный поиск на диске, да, позицию, это какой-то вот рандомный доступ, да, в отличие от журнала, где мы просто дописываем в конец, чтобы как бы более быстро опираться, как это последовательный доступ. А мы с вами можем заменить, там, десяток операций сброса страницы на диск на десяток операций добавления в лог. И плюс одна операция сброса на диск. Это получится намного дешевле. На порядок. Ну и записи, завершение, собственно, транзакции. Каким образом мы с вами можем оптимизировать журнал? Например, мы с вами можем не писать незавершенные транзакции. В чем здесь проблема? А теперь представим себе, что наша база где-то в процессе работы упала, да? Вот как раз тот вопрос, который вы задавали. При этом у нас, нам нужно каким-то образом нашу базу теперь, получается, восстановить. Если мы с вами имеем возможность видеть старые незавершенные транзакции, да, то мы будем просто идти с конца журнала и все незавершенные транзакции откатывать назад. Ну вот смотрите, стали мы с вами какие-то данные писать на диск, да? И при этом, ну, предположим, если мы с вами себе позволяем dirty patch писать, то есть мы в некую страницу, да, записали какую-то зафиксированную транзакцию, незафиксированную. Вот так. То, что делала незафиксированная транзакция, оно осталось в журнале. И теперь мы, значит, с вами можем увидеть все транзакции в журнале, которые не были закомичены, и их откатить. Просто посмотреть, что они делали, и выполнить эти операции в обратном порядке. Там же есть старый образ и новый образ. Мы просто меняем новый образ на старый. Таким образом, наша база переходит обратно в консистентное состояние. То есть все транзакции, которые были закомичены, они там так и останутся закомиченными, потому что мы можем взять их точно так же из журнала и проиграть вперед. То есть в чем плюс журнала, да? То есть мы с вами можем просто взять журнал и проиграть. От начала в конец для тех транзакций, которые были закомичены, и от конца в начало для тех транзакций, которые закомичены не были. И второй момент. То есть мы можем с вами писать не страницы целиком, а просто писать то, что изменилось, key value, да, ключ, который и новые его значения. Но в этом случае нам немножко сложнее становится восстановление, потому что мы не можем просто брать из журнала готовые образы страниц, да, мы эти операции вынуждены выполнять. Мы вынуждены находить их на диске, проверять хранящие там значения, выполнять операции, да, и какие-то нужно это дело опять сохранять. А вот top recovery. То есть представим себе, что где-то в процессе работы наша база упала, да? То есть на диске у нас как бы данные, в структуре данных не совсем целостные, зато у нас есть журнал. Recovery что должна сделать? Оно должно все, что было закомичено, накатить и закомитить. Все, что закомичено не было, откатить. Ну, эти транзакции каким-то образом отменить, абортить, аборт им сделать. Ну, вот, собственно говоря, и вот вернуться вот к этому состоянию, рестарт, да, то есть выполнить рестарт. То есть, смотрите, если наша база упала, то наверняка все клиенты, которые у нас были, они у нас потеряли. И эти все клиенты считают, что все их транзакции отменены. То есть нам нет необходимости каким-то образом эти состояния транзакции восстанавливать. Там их проще откатить, чтобы их не было. Это ожидаемое поведение. То есть все unfinished абортные транзакции должны быть откачаны. Ну, вот, каким образом происходит вот это вот recovery? Оно происходит, как правило, в три фазы. Сначала мы с вами должны найти все те транзакции, которые в журнале закомичены, но каким-то образом они еще не отражены в нашем персистентном stable storage, то есть в нашей структуре данных, которую мы где-то храним. И также мы должны найти те транзакции, которые не завершены, но при этом они частично туда попали. То есть, конечно, мы с вами в журнал уже успели записать, успели какие-то записать данные в кэш, что-то из кэша успело сброситься, но коммит позвать не успели. Вот эти транзакции мы должны с вами обнаружить. Для тех транзакций, которые были завершены, мы должны применить операцию redo, то есть их повторить. Для тех, которые не были завершены, мы должны сделать undo, то есть их откатить. В результате вот этих вот совокупностей трех фаз мы с вами придем в некое состояние. Теперь какая здесь есть проблема? Вот у нас есть с вами история изменений, и предположим, что наши данные в какой-то момент уже сохранены, были сохранены. То есть нам нет необходимости. В чем проблема? Журнал очень длинный. Он как бы хранит себе всю историю, допустим. Нам нужно найти в этом журнале некую точку, с которой нам надо начинать работать, с которой нам надо начинать поиск. Ну, предположим, что наш сервис работал год, мы записали там 10 терабайт данных, при этом мы с вами потеряли данные, соответствующие последним 10 мегабайтам журнала. Нам нет необходимости сканировать весь журнал, держать его, то есть его как минимум нужно хранить. Это дорого и сложно. Поэтому есть такая проблема, как найти ту точку в журнале, от которой мы ведем отсчет. Вот что для этого необходимо. То есть нам с вами нужен вот этот вот LSN, то есть, смотрите, вот у нас есть журнал, в ритах headlock и некая нумерация операции. Вот это как раз нумерация операции называется LSN. Это номер операции в журнале, он возрастает. Это последовательность. 1, 2, 3, 4, 5 и так дальше. Каждую страницу мы с вами помечаем в педже LSN. То есть, смотрите, если страницу мы изменили, то мы просто запоминаем соответствующий номер операции, которая эту страницу изменила. И для чего это нам это дает? То есть мы можем взять LSN всех страниц, которые у нас есть, и от них оттолкнуться. Просто понять, какая операция в журнале нас, в какой момент в журнале, какой LSN журнале нас интересует. Ну и в принципе, каждую страницу мы можем промеркировать, еще флаж от LSN. То есть, смотрите, мы с вами страницу зацепили, изменили каким-то образом, назначили LSN, но мы ее на диск еще не сбросили. Когда мы сбросим ее на диск, мы запомним тот LSN, с которым мы на диск ее сбросили. И вот исходя из этого LSN, мы с вами знаем соответствующую версию страницы. То есть, если для какой-то страницы есть LSN больше, есть записи с большим LSN в журнале, мы должны эти записи накатить. Представим себе, у нас есть одна и та же страница, у нас есть запись в журнале 4, 28, а флаж от LSN у нее 20. Очевидно, что записи LSN на номер 4 нам накатывать не надо, потому что она уже как бы отражена в нашем stable storage. Мы уже ее сбросили на диск. Понятно, как это работает. Давайте смотреть дальше. Какие есть стратегии для работы с кэшем? Если, допустим, мы с вами хотим избежать ситуации, когда в одной и той же странице кэша у нас есть с вами одновременно грязные данные и чистые данные. Иногда мы этого можем захотеть делать. То есть для того, чтобы гарантировать себе тот факт, что на диске нет грязных страниц, то есть нету stable storage, нету данных, которые не были закоммичены. Ну вот есть несколько фаз. То есть смотрите, во-первых, понятно, что страницы кэша не могут быть использованы. То есть мы начали с вами делать какую-то операцию, мы не можем дать эту страницу трогать другим пользователям, которые работают, последуют параллельно с нами. Поэтому данная стратегия называется NoSteel. Но она подразумевает то, что мы не сбрасываем апдейты на диск до тех пор, пока записи в лог, хранящие значения, не будут, старые значения не будут сброшены, до тех пор, пока мы не будем иметь возможность откатиться нормально. Ну вот здесь последовательность действий. Смотрите, мы сначала с вами страницу загружаем, мы ее пинем, то есть не позволяем ее выгрузить, и лочим. Что означает лочим? То, что в данный момент времени никто другой не может с данной страницей работать на запись. То есть не может тоже ей сделать лог, он будет ждать. Модифицируем страницу, записываем ее в лог, после этого переходим в стадию commit. То есть вот эта стадия для всех одинаковая, а вот эти стадии отличаются. В случае коммита мы ее логируем, сбрасываем на диск, разрешаем ее выгружать, да, и, собственно, разрешаем с данной страницей работать любой другой транзакции. Вот данный подход нам обеспечит возможность иметь на диске только те страницы, которые, как бы сказать, честные, ну то есть без грязных данных. В случае аборта, да, другая операция. Мы с вами пишем в лог аборт, откатываем из журнала страницу в ее предыдущий вид, да, и, собственно говоря, опять отпускаем. Если у нас с вами происходит рекавери, то есть после, как восстановление после аварии, да, то вот тут как краткий, три, в случае нам нужно сделать три шага. То есть мы с вами идем по журналу вперед, пишем аборт для незавершенных транзакций, да, то есть это roll forward, значит, что мы проиграем, то есть мы выделили страницу в журнале, мы проиграли. Это вот к этому относится. То есть modify, да, и log p. То есть если мы с вами видели некую транзакцию, и для нее видели аборт, или не увидели коммита, да, то мы ее откатываем. Если мы для некой операции, которая здесь была залогана, увидели коммит, то мы просто эту операцию выполняем и сбрасываем ее на диск, флеш вызываем. И в итоге в результате recover мы просто получим нормальное состояние базы данных, в том, в котором она должна быть, да, у нас все будет с вами зафлешено, вся структура у нас данных будет хорошая, чистенькая, целостная. А есть альтернативная стратегия, называется force. Когда мы с вами можем себе позволить сбрасывать страницы на диск до того, как, собственно говоря, запись о коммите была записана в журнал. То есть мы операцию залогировали. Ну, то есть вот смотрите, здесь что мы сделаем. Здесь мы сделали сначала коммит, потом флеш. А здесь у нас с вами что происходит? Начало, то есть мы привели некое действие, да, в таком же духе, но мы при этом, собственно, не пинем. Мы позволяем ее вытеснить. То есть она может быть зафлешена в любой другой момент. Мы представим себе, что у нас здесь большой промежуток времени, да, произошел. Скажем, смотрите, здесь мы залогали, да, а коммит по каким-то причинам мы не зовем. Мы ожидаем, допустим, какого-то действия пользователя. То вот эта страница, P, она будет занимать место в кэше, хотя по факту она нам не нужна. Здесь же мы можем себе позволить эту страницу залогировать. Она у нас будет храниться в журнале. И мы можем позволить ее вытеснить. Возможно, если здесь есть какая-то другая активность, то страница будет зафлешена раньше, да, чем будет вызвана коммит. То есть здесь может быть большой промежуток времени между 1 и 3. Ну и, соответственно, если у нас происходит аборт, да, то мы это откатываем из журнала и пишем аборт журнал. Тоже она имеет вот такое преимущество, то что, во-первых, ей не нужен ряду лог, лог повторений. Ну вот, скажем, потому что мы сделаем модифай, да. А здесь, что здесь плохого? То, что если мы очень часто пишем в горячую страницу, представьте себе, что у нас вот операция модифай P происходит очень часто, без коммита. Сто раз мы, допустим, сделали модифай P, то мы с вами можем пройти по шагам 3, 4, 5, 1 сто раз. То есть мы с вами одну и ту же страницу запишем на диск сто раз, да, вместо того, чтобы просто ее как бы один раз записать, как это происходит вот здесь, да. То есть когда мы, собственно, позвали коммит, потом один раз записали. То есть с одной стороны это позволяет нам немножечко ослабить нагрузку на кэш, на кэши на системные программные и позволит нам помещать в памяти большее количество оперативных данных. С другой стороны это увеличит нагрузку на диск. Да, кому что. Есть небольшая сравнительная табличка, да, то есть комбинация NoForce и Steel является самым быстрым способом работы, да, но при этом она требует одновременно ввести и undo записи запоминать, и redo. То есть смотрите, если мы позволяем страницы воровать, то это означает то, что и при этом мы держим их в непозволяемых force, не сбрасываем их на диск до коммита, да, то есть держим их в памяти. Нам одновременно нужно уметь эти операции и повторять, и откатывать, в зависимости от того, что произойдет, да. А вот если мы, скажем, не воруем страницы, но используем NoStile и Force, да, в самом медленном способе, то нам, в принципе, никаких накладных расходов вообще нету, да, по дополнительному журнализу. Нам не нужны какие-то другие журналы, кроме тех данных, которые у нас есть. Log и все, и нам logo достаточно. Каким образом мы с вами можем ускорить восстановление? То есть смотрите, мы с вами говорили, что у нас есть журнал, журнал мы проигрываем, да, журнал может быть очень большим, у него могут быть операции, накопленные там за год работы. Для того, чтобы позволить себе проигрывать не весь лог, а какой-то его хвостик, да, но это такое, как чекпоинт. Это некая контрольная точка, да, то есть когда мы с вами знаем, то что на диске у нас хранятся данные на какой-то конкретный LSN. Как мы можем с вами это, например, сделать? Взять, остановить весь мир, да, то есть запретить начинать новые транзакции, подождать, когда все старые транзакции завершатся, то есть закомититься или забортикаться, сбросить на диск, да, дальше по тебе работать, но мы так не хотим работать. Ну вот, допустим, вот пример того, как мы с вами можем сделать чекпоинт. Ну, то есть здесь даже, в принципе, забрасываются даже dirty page на диск. Ну да, dirty page — это все страницы измененные. Но это как бы понятно, что в этом плохого. Плохого в нем вот это. Да, это может быть долго. И так сейчас никто не работает. Ну вот и здесь как бы последний лог мы записали, последний LSN, да, мать это, в логе мы можем последний LSN найти, да, и начать проигрывание от него. То есть гораздо проще, то есть нам не нужно будет сканировать весь журнал на предмет поиска тех страниц, которые нам нужно восстанавливать или не восстанавливать и так далее. Вот, допустим, как это у нас работает. Вот это у нас есть last checkpoint, да, вот время, да, здесь происходит crash. У нас с вами есть redo log и undo log. Read log мы повторяем от момента чекпоинта, да, и вниз. То есть это все транзакции, которые были начаты после чекпоинта. А undo log, мы идем в обратную сторону. Он заходит немного дальше. Это связано с тем, что в undo log, те транзакции, которые были откачаны, либо не были завершены, они могли начаться раньше, чем был произошел чекпоинт. То есть транзакция началась вот здесь, да, и она не закончилась в этот момент. Поэтому, но практика показывает то, что мы undo будем делать не очень далеко по сравнению с точкой чекпоинта. На самом деле это гораздо дешевле. Но здесь, как бы, в этом слайде указан просто какой-то алгоритм, да, которым мы можем воспользоваться, если мы имеем чекпоинт в нашем журнале, да. Как бы, я думаю, нет смысла его озвучить. Я думаю, что мы можем его просто прочитать и потом дальше в слайдах увидеть. Что такое Fuzi Checkpoint? Вот смотрите. Это похоже, как бы, немножко на чехарду. То есть мы создаем с вами некий чекпоинт, да, точку, чекпоинт рекорд, да, в котором запоминаем все активные транзакции. Этот чекпоинт мы записываем на диск, и транзакции, которые прошли. И дальше мы эти транзакции начинаем мониторить. Как только все вот эти действия, которые в этих транзакциях, которые мы запомнили, завершились, да, когда эти транзакции закончились, мы создаем новый чекпоинт. Точно так же делаем снимок всех транзакций, которые сейчас находятся в процессе работы, да, и продолжаем данный алгоритм. К чему это приводит? Приводит к тому, что мы с вами можем взять предпоследний чекпоинт, да, предпоследний, не последний, а предпоследний. Мы точно будем знать то, что все операции, которые в нем указаны, завершились. Да, и начинать уже восстановление, начиная вот с этих операций. Это как бы проще, это проще, да, как бы это еще один подход, который позволяет нам сканировать не весь журнал. Просто идем в журнал с конца, находим первый чекпоинт с конца, мы знаем то, что транзакции, которые есть в нем, не завершились, да, находим второй, и мы знаем то, что все транзакции, которые были до него и указаны в этом чекпоинте, уже зафинализированы. Просто потому, что он предпоследний. Вот дальше, мы с вами говорили, что мы с вами логируем страницы, да, это физический журнал. Вот если мы с вами логируем записи, логическое журнальное, какой она нам дает плюс? Она нам дает плюс, что нам не нужно записывать в влог всю страницу целиком. Ну, предположим, мы с вами меняем 10-дбайтовую запись, да, а остается у нас по 32 килобайта. Это очень большой врать-амплификейшн. Там, в 300 раз, в 400 раз мы с вами пишем больше, чем на самом деле нужно. Но здесь есть другая проблема. Смотрите, если мы с вами на предыдущих этапах блокировали всю страницу, да, а страница у нас, как правило, гораздо меньше, чем колеса в записи, то в данном случае нам с вами нужно ставить лог на запись. Мы поменяли запись, самих данных у нас, может быть, самих записей у нас может быть очень много, да, и у нас очень сильно усложняется механизм взятия блокировок на запись. То есть, собственно говоря, мы не можем с вами запоминать каждый ключ, который мы заблокировали, потому что этот объем данных увеличить несколько, ну, в два раза, допустим, может. И это сложно, это тяжело и трудно, непонятно даже, как их хранить. У нас с вами данных может быть гораздо больше, наш объем оперативной памяти, да, и мы не можем на каждый блок каким-то образом, на каждую строчку каким-то образом запоминать все локи, которые на него взяты. Ну, в журнале нам нужно хранить запись до и после нашей, то есть, записи, это undo, redo, то же самое, да, но только для записи. Старый образ записи, строчки, новый образ строчки. И в чем проблема в том, что мы с вами не можем просто брать страницы из журнала, да, и записывать их в то или иное место нашего структуры данных. Мы с вами должны брать, читать страницу с диска, поднимать ее в кэш, применять запись в кэш, да, и потом дальше этот кэш сбрасывать на диск в тот или иной момент времени. То есть, понятно, как бы мы с вами не можем просто взять страницу диска и в нее поправить, потому что мы не знаем, как она будет поправиться, как она должна быть изменена. Потому что данные на с вами записи не физические, где мы можем просто скопировать от одного места файла в другое, а логические, где мы операцию обязаны выполнять. То есть, при рекавери нам приходится читать страницы. Это немножко его замедляет, собственно говоря, рекавери. Ну, есть некие другие техники. Я думаю, что мы на них подробно останавливаться не будем, да, мы просто укажем в том, чтобы у нас какой-то был референс, чтобы мы знали, что мы можем попытаться посмотреть, если нам это будет интересно.